20.30. Итоговый выпуск новостей на телеканале Дом. Меня зовут Анна Ниченко. Добрый вечер. Блокада Донбасса. Незаконные вооруженные формирования не пропускают людей на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Более того, самопровозглашенные власти не пропускают в Ордло представителей Красного Креста, ООН и наблюдателей ОБСЕ, якобы из-за риска распространения COVID-19. При этом лучшим способом вернуть аннексированный Крым и неподконтрольную Киеву часть Донбасса, по мнению Резникова, будет повышение уровня жизни украинцев, в особенности жителей Луганской, Донецкой и Херсонской областей. Российская Федерация использует наши территории, как колонизатор, оккупирован в своей колонии. То есть они выстанавливают, собирают то, что им нужно, абсолютно не думая о будущем этих людей. Поэтому, на самом деле, как бы это не звучало дивно, но это хорошая запорука, потому что они свою шкодливую пробу завершат, мы все равно собираем и людей, и этих территорий, и в новом наш суверенитет. Тем временем на неподконтрольной Украине территории Луганской области новая забастовка шахтеров. На этот раз отказались выходить на поверхность 63 горняка шахты Комсомольская в Антраците. Требуют выплатить зарплаты за февраль, март и апрель. После так называемой реструктуризации угледобывающей отрасли, без работы останутся несколько тысяч шахтеров. И чтобы прокормить свои семьи, по словам представителей омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павла Олесянского, горнякам придется сменить профессию. В местной прессе начались массированные объявления о том, что всем рабочим предлагается вступить в ряды народной милиции. Вот эта народная милиция объединяет все военизированные формирования так называемых ЛНР и ДНР. Поэтому у них идея такая закрыть предприятия всех рабочих, которые нетрудоустроены, вручить в руки оружие, чтобы они воевали против украинцев. Российской Федерации не нужен хороший, успешный Донбасс. Ей нужна буферная зона для постоянного шантажа и контроля Европейского Союза и Западного мира. Не утихают обстрелы на Донбассе. Незаконные вооруженные формирования четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе из запрещенного Минском тяжелого вооружения. Минами 120-го калибра накрыли Маринку, и я опытная. Стреляли также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В итоге двое украинских военных ранены. Неспокойно было и в районе Орехово. Здесь стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Двое военнослужащих ООС, которые зазнали поранень в наследок подступных обстрелов, на данный час эвакуированы до военнослужащих мобильных госпиталей и перебивают под пильным наглядом лекарей. Подразделы Объединенных сил ранковой всплеска активности противника погасили интенсивным вогнем сзаз танковых и протитанковых гранатометов и стрелковой оружия. И на данный час держат ситуацию под полным контролем. Министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести дело об убийстве журналиста Павла Шеремета до конца. Об этом уверен президент Украины Владимир Зеленский. Комментируя вчерашние протесты под Верховной Радой, гранат заявил, понимает, почему люди недовольны работой правоохранителей, учитывая громкие дела с участием полицейских, инцидент в Кагарлыке или убийство пятилетнего Кирилла Клявова. Однако считает, нельзя обвинять всю полицию из-за действий нескольких негодяев. Да и лучшей кандидатуры, чем Арсен Аваков, на посту министра внутренних дел на сегодняшний день Зеленский не видит. Журналист Павел Шеремет, напомню, погиб 20 июля 2016 года. Его автомобиль взорвался прямо в центре Киева. Расследование его убийства до сих пор продолжается. Сам же министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочей поездки в Днепропетровскую область отчитался о расформировании Павлоградского отдела полиции. В четверг сотрудники ГБР и СБУ задержали семерых полицейских этого отдела. Их подозревают в фальсификации уголовных дел, запугивании граждан, а также в сотрудничестве с преступными группировками Днепропетровской области. Сегодня столичное суд избрал им меру пресечения, арест без права внесения залога. Мы увидели полное, тотальное сращивание полицейских, торговцев наркотиками, других преступных элементов, не только полицейских и других правоохранителей. Эта позиция нас не устраивает. С сегодняшнего дня мы начинаем специальную отработку мероприятий по району. А вот чтобы предотвратить повторение истории в райотделе полиции Кагарлыка, комнаты для допросов оснастят видеокамерами, а полицейских – портативными регистраторами. Именно так, по словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, будут бороться с произволом правоохранителей в местах несвободы. По ее словам, в прошлом году в Украине зарегистрировали более полусотни дела произволя со стороны представителей правоохранительных органов. Гангадзе, Шеремет – это лишь несколько украинских журналистов, заплативших жизнью за свою профессиональную деятельность. И ни в одном из этих резонансных дел ни заказчиков, ни исполнителей до сих пор найти не удалось. Опасную профессию, тем не менее, выбирают тысячи молодых украинцев. Сегодня, в День журналиста Украины, свою историю расскажет моя коллега, крымчанка Милена Амеди. И с 11 лет для меня не существовало другой профессии мечты. Студенткой журфака я стала в переломном для моего Крыма в 2014-м. Уже тогда стало ясно, быть журналистом дома у меня вряд ли выйдет. Уехала в столицу, чтобы вдали от родной Евпатории, но на свободной земле, рассказывать о том, чего крымские СМИ никогда не покажут. Мои первые прямые эфиры стартовали 18 мая прошлого года. Особая дата для моего народа. Вопреки волнению, я понимала, что отступать нельзя. На меня сейчас смотрят мои соотечественники, которые остались в Крыму. И они должны быть уверены, Украина о них не забыла. А потом? Потом приходилось в буквальном смысле стоять под ливнем в луже или забираться в трактор. Все, как говорят телевизионщики, ради красивой картинки. Как, к примеру, пресс-марафон президента Владимира Зеленского длиной в 14 часов. Он тогда установил мировой рекорд, как, впрочем, и я, правда, личный, по самым длинным включениям в прямой эфир. Дальше был парламент, и вместе с депутатами я прошла турборежим, земельную реформу и то, что бывает, когда люди не согласны с решениями власти. Но не все парламентские будни были столь же насыщены событиями. А скуки спасало умение находить человеческое среди того, что происходит вокруг. Депутаты потроху собираются. Больше тут журналісти и помощники. Бачили уже депутатов с оппозиционной платформы «За життя». Данила Гатманцева «Зыслуги народу». А вот Ирина Верещук пригощает журналістов цукерочками, потому что днями в ней был день народа. Засідання розпочинеться о 10-й годині, я за всім пыльно слідкуватиму. Поднимать тему Крыма среди народних депутатов было одной из моих ключевых миссий. Особенно важно говорить о коллегах, которые остались дома, в Крыму, и не могут объективно освещать события на полуострове. Так что некоторых депутатов в буквальном смысле приходилось в этом вопросе просвещать. Корректно, наверное, будет в список людей, которые вернутся на Украину, писать имя, соответственно, вашего журналиста, повторить. Риман Мимедиминов. Извините, я просто сложил меня выговорить. Мимедиминов. Мимедиминов. Да, флешмоб сейчас стартовал, вы можете видеть иногда. Хорошо. Мимедиминов. Мимедиминов. Мимедизимов. Крымский журналист, мой коллега, имя которого Нестор Шуфрич так и не смог произнести, Нариман Мимедиминов. Не боясь российских силовиков, без специального образования, он, экономист по профессии, освещал на полуострове нарушения прав человека от обысков и до судов. В марте 2018 очередной обыск прошел в его доме под Бахчисараем. А уже через полтора года ростовский суд вынес приговор. Два с половиной года лишения свободы за якобы публичные призывы к терроризму. Так, самопровозглашенные власти заставили Наримана молчать. И пока Нариман отбывает незаслуженное наказание, о нем буду говорить я. Милена Мити, Ярослав Матяш. Киев. Твой дом. Еще у 550 украинцев накануне подтвердили ковид-19. Выздоровевших на сотню меньше. Тройка антилидеров по количеству заболевших остается неизменной. Вот уже неделю это Львовская и Ровенская области, а также столица. Именно из-за высокого числа заболевших в этих регионах накануне так и не открылись рестораны и бассейны. А вот в Ордло количество инфицированных COVID-19 уже превысило тысячу человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 34 человека. И это только официальные данные местных СМИ. В то время как украинские власти утверждают, на самом деле заболевших в Ордло может быть в разы больше. Тем временем в США уже разработали вакцину от COVID-19. Громкое заявление накануне сделал американский президент Дональд Трамп. По его словам, уже готовы 2 миллиона доз. При этом советник Белого дома по вопросам здравоохранения, доктор Энтони Фаучи, который участвует в разработке американских вакцин, отказался комментировать слова Трампа, сообщает издание CNBS. Огромный прогресс достигнут в отношении вакцин. Фактически мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. У нас есть более 2 миллионов доз вакцины, готовых к отправке. В том случае, если они пройдут проверку на безопасность. Тем временем на борьбу с COVID-19 страны большой двадцатки направят более 21 миллиарда долларов. Деньги потратят на финансирование глобальной системы здравоохранения. В частности, на диагностику, терапию, а также исследования COVID-19. Всего в мире зафиксировали больше 6 миллионов 800 случаев инфицирования. Из них активных чуть больше 3 миллионов. Выздоровевших больше. Столичным ресторанам, вопреки ожиданиям, так и не разрешили возобновить работу. Слишком много заболевших коронавирусом каждые сутки. А вот за овощами, фруктами и медом на местных ярмарках уже выстраиваются очереди покупателей. Что почем и соблюдают ли здесь правила карантина, узнавала наша Инесса Занина. Продавцы и покупатели оба выигрыши после ослабления карантина и открытия уличных продуктовых ярмарок. Первым есть где сбывать выращенную продукцию, вторым сэкономить и купить свежую зелень, овощи и фрукты из первых рук. Покупаю только здесь, если есть возможность. Я всегда жду до выходных и иду на ярмарку, потому что в магазине, конечно, качество в супермаркетах оставляет желать лучшего. Цены на ярмарки, говорят покупатели, ниже, чем в магазинах. Зелень хоть взяла не такую дорогую, как в магазине. Клубнику не могу никак выбрать. Там вот химией пахнет. Но здесь вроде запаха нет. Наталья привезла овощи и фрукты из Херсона. Говорит, фермеры в этом году понесли убытки из-за карантинных мер. Открытие ярмарок – возможность хоть как-то поддержать бизнес. Покупатели есть. Выезд, конечно, очень долгожданный был с этим карантином. Все было совсем плохо, когда было все закрыто. Но ничего, вроде бы все налаживается. Нормально все. Торговля есть. Карантинные меры соблюдают на ярмарке не все. Продавцы работают в масках и перчатках. Товар огорожен пленкой. Администрация следит также за качеством продукции. Тут все перевираются, все лаборатории делают. Вся продукция хорошая, без нитратов. Сейчас на киевских ярмарках разрешено продавать только овощи, фрукты и мед. Молоко, мясо и яйца под запретом. Пока эпидемиологическая ситуация в столице не будет соответствовать критериям Минздрава. Инесса Занина, Илья Крипак. Киев. Твой дом. Подарки военным от спортсменов. Аппарат искусственной вентиляции легких вместе с медицинскими костюмами и другими средствами защиты передало военному госпиталю руководство Украинской ассоциации футбола. Подарки привезли президент ассоциации Андрей Павелко и главный тренер сборной Андрей Шевченко. Наш Олег Шумейко расскажет больше. Военном госпитале, по данным его руководства, сейчас 8 больных, у которых диагностирован коронавирус. Поэтому подарку от футболистов, аппарату искусственной вентиляции легких, тут обрадовались. Его стоимость около 700 тысяч гривен. Много раз уже национальная сборная на протяжении 4 лет посещает военные госпиталя. Мы периодически пытаемся поддерживать наших военных, когда есть возможность. Мы это делали в Харькове, делали это в Киеве, делали это во Львове. Поэтому и будем продолжать это делать. Помощь от футбольной ассоциации военному госпиталю поступает с 2014 года. Тогда помогли реанимировать рентгенологическое оборудование. Подаровали нам складовую часть рентгеновского аппарата, который достаточно длительный час работал. Но рентгеновская трубка потребовала замены. Купить ее было очень сложно, потому что ее в Украине было. А именно наши спортсмены помогли в этом. И этот аппарат работает до сих пор. В Министерстве здравоохранения стараются, чтобы медучреждения ни в чем не нуждались. Хотя подобной помощи со стороны несказанно рады и за нее благодарны. В Киевском военном госпитале вниманием футболистов не обделены. Здесь частые гости игроки национальной сборной и киевского «Динамо», которые своей поддержкой помогают бойцам как можно быстрее становиться на ноги. Олег Шумейко, Дмитрий Борщ, Киев. Твой дом. Выращивание салата на удаленке. Во Львовской области местные фермеры оборудовали две теплицы, используя голландскую технологию. Урожай собирают круглый год. Подробнее в нашем следующем материале. Выращиваем такие позиции салата, как фреза. Выращивается он методом гидропоники, метод, который в воде, не в грунте. Он, за счет того, получается чистым. Его не нужно мыть и можно его сразу вживать. В двух теплицах на площади почти гектар ежегодно выращивают более двух миллионов кустов салата. Эти бассейны специально наполнены водой и полезными удобрениями. Видите, что нет бурьянов, нам нет необходимости бороться с бурьянами, поэтому мы не используем гербициды. Для борьбы с шкодниками мы используем так называемые биологические средства борьбы. Мы используем комах энтомофагов. Они паразитуют на комахах, которые шкодниками для данного вида растений. Технология позволяет управлять теплицами даже со смартфона, говорят фермеры. Компьютер выполняет 80% рутинной работы. Контролирует температуру и включает автоматический полив. Шесть разновидностей салата и пряные травы фасуют и отправляют в рестораны и крупные сети супермаркетов по всей Украине. Каждый салат, каждый, переглядаем, перебираем, где какие-то листочки или что-то не так. И пакуем, чтобы наши салаты были красивее, гарнее и смачнее. Тем временем фермеры разрабатывают курсы для начинающих аграриев. Говорят, готовы делиться опытом и технологиями. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, твой дом. После двух месяцев карантина в Мариуполе открыли для посетителей зоопарк. Только за один день сюда пришло более 200 детей. Прогулочную зону, клетки и вольеры зоопарка перед открытием дезинфицировали. А посетители обязали быть в масках. Подробнее наши мариупольские корреспонденты. Багира резко реагирует на первых после карантина посетителей. Она защищает своего новорожденного малыша. Львенок родился 1 июня и сам пока не выходит в вольер. Львенок там один родился, но еще маленький, не отрытый назад. А еще никто не видел его особо. Этот зоопарк в Мариуполь переехал почти 6 лет назад из Сартаны. И сразу стал для мариупольцев любимым местом отдыха. Животных в зоопарке много. Хищники, травоядные и множество редких видов птиц. Мне понравились всякие гепарды, леопарды. Они были очень красивыми. Кормить их было очень интересно. Я не знаю, они мне очень нравятся. Я, конечно, здесь не всех поведу. Мне понравились павлины, гуси, индюки, которые со мной разговаривают, страусы и кролики и зайцы. Карантин для зоопарка был непростым периодом. Прокормить такое количество животных было тяжело. Но помогали жители города. Именно поэтому звери эти два месяца перенесли спокойно. Вот только скучали без посетителей, говорят сотрудники зоопарка. Радуются, что люди появились. Ну, конечно, что такое одному, когда столько людей, когда приходят, они только радуются. В этом месяце ожидают еще одно пополнение. На этот раз в семье Тигров. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Мариуполь, Твой дом. Таким был этот выпуск. Уже готовим следующий. Тем временем смотрите, читайте нас в YouTube и Facebook. До встречи в 23.00.